Ребят, всем привет! Меня зовут Катя Строганова, я препод по химии. Сегодня я хочу с вами обсудить такой интересный вопрос, а как не чувствовать себя тупым по химии или вообще, в принципе, по любому другому предмету. Потому что это частая проблема, с которой сталкиваются ученики, что вот, я чувствую себя тупым, я ничего не понимаю, как быть, у меня нет мотивации, опускаются руки и прочее, прочее. Ребят, это видео такая небольшая мотивация, я хочу вас немножечко успокоить, что вы должны чувствовать себя не тупым, вы должны просто чувствовать себя пока не знающим человеком, вам нужно просто приложить какое-то усилие, вам нужно поработать над этой проблемой, вы должны разобраться с чем-то, и у вас обязательно появится внутренняя уверенность в себе. Приведу свой собственный пример, что я и в началке, и в среднем звене никогда не чувствовала себя очень умной, и всегда были люди, которые были умнее меня, и меня это, конечно, немножечко расстраивало, потому что, честно, у меня не было никаких вот таких особых талантов, кроме как, может быть, учиться, и мне хотелось, чтобы вот и в учебе я тоже преуспела, но всегда был кто-то более умный, и при условии еще, что учителя очень любят как-то так, знаете, подкальнуть или еще что-то, что не забыдавая мне таких каких-то глупых вопросов и т.д. И, конечно, самооценка была, ну, такая. И, наверное, я только вот сейчас поняла, что да, может быть, я не знаю каких-то вещей, да, может быть, я там не самый умный, мне это не нужно, но самое главное, что вы как бы умеете делать, и что нужно делать, это стремиться к знаниям, и это, ну, пытаться разобраться с проблемой. Вы ни в коем случае не тупой, вы не должны так думать о себе, потому что вы стараетесь, вы учитесь, и это самое главное, что вы делаете, например, в одиннадцатом классе. Поэтому вы не тупой, никто не тупой, все умные, не бывает тупых вопросов, все вопросы умные. Вы просто пока не знаете, не приложили достаточно времени, достаточно усилий, поэтому никогда не наговаривайте на себя такие вещи, и, пожалуйста, верьте в себя, в свои силы. Я вообще безгранично верю в вас и в ваши силы. Я уверена, что у вас все получится, просто нужно поработать. Без труда не выловишь и рыбку из пруда, как говорится. Так что, ребят, настраиваемся на активную работу в нашем учебном году и подготовке к ЕГЭ по химии.